Качество питьевой воды напрямую зависит от качества воды в водоисточнике. Для того, чтобы очистить воду из реки Дон, необходим определенный набор сооружений. На те самые сооружения сегодня приехали посмотреть ростовские общественники и журналисты совместно с представителями водоканала. Первая остановка – новый очистительный объект. 12 марта Ростов-Водоканал запустил специальную установку на своих водозаборных сооружениях. По словам экспертов, новый объект должен решить проблему запаха воды из-за ухудшения качества воды в реке Дон. Это установка по дозированию древесного активированного порошкообразного угля. Она позволяет обрабатывать весь объем забираемой из Дона воды. Специалисты утверждают, применение таких технологий не влияет на химический состав жидкости, но при этом нейтрализует неприятные запахи и вкусы. На сегодняшний день расход угля составляет 2 тонны в сутки. Этот расход зависит от водопотребления города, то есть какое количество воды нужно обработать, ну и от интенсивности запаха. А это цех по производству гипохлорида натрия, который позволил полностью отказаться от применения жидкого хлора, крайне опасного в производстве. Система работает полностью автоматизировано, контролируется датчиками хлора, остаточного на разных точках сооружений. И вся система подачи гипохлорида полностью также автоматизирована. После очистки вода попадает в лабораторию, где ее исследуют. Сюда обращаются и жители Ростова. Жалобами на запах и неприятный вкус жидкости из-под крана. Мы исследуем воду дона, то есть нашего водозабора. Мы исследуем воду фильтровальную по этапам очистки, та, которая у нас идет по технологическому регламенту. Мы отслеживаем воду на выходе, это УФИ-1-2. Контролируем сети. Последний комплекс сооружений по водоподготовке – блок ультрафиолетового обеззараживания. Отсюда вода поступает жителям уже чистая, уверяют эксперты. У нее запаха нету, поэтому воду можно непосредственно данную употреблять, так как она считается питьевой по нормам Санпина. Однако качеством воды в Ростове довольно не все. Некоторые потребители не понимают, почему после стольких сложных процессов жидкость из крана назвать хорошей они не могут. Время от времени для себя набираю прозрачную емкость, водичку и смотрю. Ну, водичка все-таки, я бы не назвала ее прозрачной. Работы по улучшению качества воды продолжаются. Жители Донской столицы с нетерпением ждут, когда смогут воспользоваться идеальной водой без единого плохого запаха и привкуса. Елена Сарксян, Александр Кучес, Дон-24, Ростов-на-Дону.